В 15 главе Евангелия от Луки есть трогательная история о сыне, вернувшемся к отцу. Под конец этой истории мы встречаемся с еще одним персонажем, старшим сыном этого отца. К нему вернулся младший сын, и сегодняшняя программа называется «Старший сын». Если вы читали эту историю, то вы, конечно, помните, что отец принял вернувшегося к нему младшего сына. Он пришел с покаянными словами к отцу. Отец немедленно сказал своим рабам устроить грандиозный пир по этому поводу. Он говорит «Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И вот тут на сцену выходит главный герой нашей сегодняшней программы. Дальше написано после этих слов в 15 главе Евангелия от Луки следующие слова. «Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Старший сын был на поле, вероятно, работал. Услышав пение, музыку, танцы, он, разумеется, спрашивает, по какому, собственно, поводу праздник. Ведь сегодня обычный рабочий день, ничего такого запланированного не было, и это означает, что все это что-то спонтанное, то, что он слышит и то, что он видит. И он хочет понять, что же произошло. Ему отвечают, что пришел его младший брат, и отец по этому поводу, поскольку брат его вернулся живым, здоровым, целым, невредимым, отец в честь возвращения своего младшего сына устраивает большой пир. Нормальная и здоровая реакция на возвращение близкого человека, близкого родственника, родного брата, это, конечно же, радость. Но здесь старший сын реагирует нашей историей совершенно иначе. Послушайте 28 стих. Он осердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его. Здесь мы с вами видим, что вместо радости старший брат испытывает гнев. И даже не просто гнев, а очень сильную эмоцию, потому что он просто отказывается участвовать в этом празднике, который устраивает отец. Он осердился настолько, что он просто не хочет туда заходить, на этот пир. Отец, нужно отметить, в этой ситуации ведет себя точно так же, как он вел себя, принимая младшего сына и отпуская его. То есть он не встает в позу, он не требует почтения к себе, он не злится на старшего сына за его реакцию. Нет, он, написано, побежал навстречу младшему сыну. Точно так же он сам выходит к старшему сыну, чтобы позвать его. И тут нет никакого даже намека на оскорбленную гордость, на задетое самолюбие и на тому подобные чувства. Но что говорит ему в ответ его старший сын? Стих 29. Вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказанию твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое, с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. В этом ответе обращают на себя внимание три вещи. Прежде всего, слово служу. В греческом языке здесь стоит глагол, означающий не просто служение, а рабский труд. В одном английском переводе так и сказано. Я столько лет работаю на тебя как раб. Старшему сыну, очевидно, труд в отцовском поместье не в радость, а в тягость. Это иго, которое хочется свергнуть с себя. И то есть, этот сын, он фактически был бы рад сделать то же самое, что сделал его младший брат. Уехать подальше из этого дома. Возможно, не для расточительной жизни, но это уже детали. Главное, это вот этот рабский труд, который порядком его утомил. Это слово говорит нам о том, что в глубине души старший сын такой же точно бунтарь, как и младший. Жизнь в отцовском доме ему не мила. Его сердце находится где угодно, но только не с отцом. Однако, внешне он абсолютно безупречен. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам рейха. Как говорилось в служебной характеристике Отто фон Штирлица. Если вы помните такого героя. То есть, фасад у него идеальный. И, разумеется, крайне обманчивый. Во-вторых, у него есть в голове схема у старшего сына, которая есть у каждого наемного работника. Столько-то я сделал с одной стороны, и вот сколько мне за это причитается с другой. И эти его расчеты, но никак не сходятся с тем, что он видит своими глазами. На пир, в честь его непутевого братца, отец выделяет из семейного бюджета ни много ни мало целого теленка. А ему ни разу за столько лет, не ослушавшемуся отца, то есть, заслужившему по его логике гораздо большую честь, отец никогда не дал даже козленка, чтобы повеселиться с друзьями. И, разумеется, его друзья – это не сброд какой-то там. Это такие же достойные и уважаемые люди, как и он сам. Где же тут справедливость, папа? Звучит в воздухе неозвученный вопрос. Мало того, что я столько лет пашу на тебя, как раб, так еще и вознаграждения своего, как сейчас выясняется, не имею. Ты ей-богу, папа, испытываешь мое терпение. Так и хочет он сказать, но не говорит. И, в-третьих, упоминая своего брата, если вы обратили внимание, он не называет его братом. Он говорит, этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами. В этих словах сквозит презрение, отвращение, высокомерие. Насчет блудниц, кстати, он погрешился, потому что, описывая жизнь младшего сына вдали от дома, Лука использует слово, которое не имеет никакого оттенка аморального поведения. Там говорится о расточительной жизни, о бездумной трате денег. Но мы с вами понимаем ведь, как вещи устроены. Кто-то пускает слух, который мы охотно подхватываем. Наша собственная фантазия рисует самые разные картины, не имеющие никакого отношения к реальности. А дальше пошло-поехало нужные, недостающие детали. Которые сами как-то собой находятся, чтобы дорисовать полудемонический или вообще демонический образ человека, которому мы не симпатизируем. В общем, так или иначе, мы видим, что старший брат не питает к младшему никаких братских чувств. Наоборот, он презирает его и считает себя на голову выше во всех отношениях. Тогда отец отвечает ему на эти его слова. Сын мой, ты всегда со мною. И все мое твое. А о том, надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Отец очень рад, что старший сын с ним всегда. По крайней мере, чисто физически, потому что из слов этого старшего сына мы видим, что не более того, сердце его очень далеко от отца. Во-вторых, все, что есть сейчас у отца, это действительно принадлежит теперь целиком и полностью его старшему сыну. Потому что наследство уже было разделено между братьями. И пока отец жив, реальное решение принимает по-прежнему он относительно имущества, но младший свою долю промотал. И поэтому сейчас отец распоряжается только тем имуществом, которое после его смерти достанется его первенцу. И дальше он говорит о брате его, о своем младшем сыне. Брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Он хочет подчеркнуть, что вернулся не кто-то, не один из членов семи дальних родственников. Вернулся его родной брат, которого старший сын перестал считать за брата. И поэтому он говорит, надобно было радоваться и веселиться. Надобно, то есть необходимо. Именно такой оттенок есть в этом греческом слове. Другими словами, если спустить это событие на тормозах, оставить его незамеченным, и по этому поводу не устраивать праздник, то это вообще в корне, в принципе, неправильно. Если уж по этому поводу не радоваться, не веселиться, то в каком случае тогда вообще можно радоваться и веселиться? Но давайте задумаемся вот на чем. Зачем Ешуа рассказал своим слушателям эту историю? Мне кажется, что дело тут в том, что хотя слушали его самые разные люди, среди них было две особых группы. Одна – это люди, считавшиеся отбросами общества. То есть это так называемые мытари, то есть сборщики налогов, евреи, работавшие на римских оккупантов. Это были женщины легкого поведения и другие, так называемые, явные грешники. И другая группа людей, полярно противоположная им, это люди религиозные, люди высокоморальные, люди ревновавшие по святости Израиля и по Богу, то есть фарисеи. Ешуа был известен как друг мытарей и грешников. И среди фарисеев были отдельные люди, симпатизировавшие ему. И он не отказывался от общения с ними. В том же Евангелии от Луки мы встречаем историю о том, как однажды он пришел в дом фарисеев по имени Шимон. Он не чурался их, и их будет неправильно всех скопом рисовать сплошь черными красками. Однако, тем не менее, читая Евангелие, мы видим, что фарисеи были именно теми людьми, от которых Ешуа доставались самые жесткие обличения. Они строго соблюдали все предписания Тары, причем как письменной, так и устной, которая в то время, по-видимому, была действительно еще устной. Они действительно искренне ревновали по Богу. И по святости Израиля они стремились осветить каждую минуту жизни еврея. И при этом они в большинстве своем, по крайней мере, как мы видим это в Евангелиях, они совершенно не могли ни понять, ни принять Ешуа, который запросто общался с так называемыми грешниками, чем и заслужил себе репутацию человека, любившего поесть и выпить. И в нашей притче те же самые два типажа, полностью противоположных. И ясно, что младший сын олицетворяет тех, кто, опустившись в моральном отношении очень низко, пережил раскаяние и пришел к Богу, к Ешуа, за прощением своих грехов. А старший – тех, кто, глядя на это безобразие, с их точки зрения, то есть на то, что Мессия становится популярным среди таких сомнительных людей, людей, людишек, а не среди ученых мужей Израиля, знатоков Тары, отказывались верить в него. Притча эта обращается также сегодня и к нам. С одной стороны, она говорит о Боге, который бесконечно рад кающемуся грешнику. Больше, чем 99 праведникам. Он не только ждет, чтобы побежать навстречу, но он, увидев издалека, ищет грешника. Как в предыдущих притчах 15 главы, женщина потеряла монету, она ищет ее, драхму. Пастух потерял одну овцу, оставляет 99, идет за этой одной овцой. Искать ее также и Бог ищет нас с вами. То есть эта история говорит нам с вами о Боге благодати, который приходится нам отцом, а не начальником. Она говорит о его любви, которую заслужить невозможно, которую можно лишь принять как огромный, драгоценный подарок, которого мы совершенно не достойны. С другой стороны, она предостерегает нас, особенно тех из нас, кто уже считает себя своим Богу, от совершения тех ошибок, которые совершил старший сын. Каких же именно? Прежде всего, это скрытый бунт против Бога. Это внешняя религиозная деятельность, будь то молитвы, или изучение Торы, или исполнение различных заповедей, или все это вместе, без глубокой внутренней перемены, без любви к Богу. Это, другими словами, красивый фасад при гнилом мутре. Человек создан по образу и подобию Бога. Бога, который един, целостен, неделим. И он не разделен сам в себе. И поэтому человек тоже должен прежде всего быть целостным. Я подчеркиваю, неправильным. Как, может быть, сказали бы мы. Не хорошим, а целостным. То есть, жить в согласии с собственным сердцем. Наши слова и наши поступки должны проистекать из сокровенных мыслей и желаний, которые есть у нас. Также решений, которые мы принимаем глубоко внутри себя. И в этом смысле младший сын гораздо более привлекателен. Да, он бунтарь, нет сомнений. Он чудовищно непочтетелен к отцу. Он ведет себя и дерзко, и неразумно. Но его бунт явный. Его слова и дела не расходятся с тем, что происходит внутри его, у него в душе. Он не играет с отцом в игры. Он откровенно говорит ему, что хочет получить свою долю наследства при жизни отца. Потом забирает ее и уходит из дома. Это поведение очень плохое. Но оно очень последовательное. И этим оно гораздо лучше той игры, в которую играет его старший брат. И, кстати, в конце концов, обратим внимание, старший брат, играя в свою игру, которая называется двуличие, он в конце концов прокалывается. Ведь все тайное становится явным. И поэтому неудивительно, что в определенный момент, когда приходит его младший брат, и когда в честь этого возвращения устраивается пир, и весть об этом пире застает его абсолютно врасплох, вся накопившаяся горечь по отношению к отцу и презрение по отношению к брату ходит наружу в одной единственной фразе «Я столько лет служу тебе, никогда не приступал приказания твоего, ты никогда не дал мне козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими, и когда этот сын твой пришел, расточивший имение с блудницами, ты заколол ему откормленного теленка». Эта неискренность – это первая и основная, на мой взгляд, его ошибка, но не единственная. Впрочем, мы продолжим этот разговор на следующей неделе. Оставайтесь с нами. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»